Здравствуйте, друзья! Международный аэропорт Сан-Франциско Где-то сейчас там, наверное, к половине девятого Через несколько минут приедут наши встречаемые Их зовут Мария и Никита Ну, они там о себе сами расскажут Могу только сказать, что летят они из Нью-Йорка У нас есть такой класс, называется Full-Time Программа называется Full-Time То есть учебный план тот же, но они учатся 4 дня в неделю Там по 5 часов В отличие от всех остальных классов, которые учатся меньше часов То есть у этих 20 часов в неделю, у остальных больше Соответственно, так получается, что местные не хотят так интенсивно учиться Хотя мы их принимаем в эту программу И учатся в основном приезжие Вот обычно в этом месте народ прибывает Ну, давайте глянем Мы сейчас посмотрим, что у нас там есть на расписании Боже, какое меленькое Меленькое, прямо глаза сломаешь Еще 10 минут до прибытия Пойду-ка я пока копейку в Старбаксе возьму Но вообще, надо сказать, что очередь Я как-то к очередям так отношусь без радости Но, может быть, быстро посмотрим А что делать с другой стороны? Делать все равно нечем Вы видите, друзья, написано, что самолет по причинам погодным прилетает в 10.04 вечера Вот это наш Он должен был прилететь в 9.22 А это уже отложенный Но эту отложенность я поймал И так более-менее приехал там как-то Вот А тут получается, что еще Его отложили Вот я теперь попал Буду тут ждать Все было бы ничего Если бы не урок, который у нас там сейчас записывается в классе И мне же все-таки надо его, вот самая, запись остановить Собственно, вся веселуха вот тут Где багажное отделение Ну, что тут есть? Ну, вот можно посидеть на такой штучке Вон там дальше, вдоль стеночки Вон там Вон там Еще есть Можно там посидеть Есть Старбакс Есть вот такое повеселительное заведение вот тут Ну, чем веселят застрявших в аэропорту? Давайте посмотрим Ну, здесь, понятно, вода Это единственное, что, наверное, из этого всего я могу употребить Всякие напитки Смертельные Так Ну и вот Уж даже не знаю Ну, такие попкорны Картошечка Друзья, вот они Вот они, герои нашего сегодняшнего повествования Они необычно как-то прилетели Написано было 10.04 Сейчас сколько? Сейчас? Да 9.25 9.25 Каким-то образом При том, что прибыть они должны Через 40 минут Они уже тут Да Но мы стояли час в Нью-Йорке Почему-то у нас рейс Так Задержали И потом мы еще сели Получается Мы как-то делали круг Потому что у него сесть не получилось Понял И мы где-то 4 секунды были в свободном падении Я так испугалась У меня аж сердце пятки Вы были как космонавты Да В невесомости Давайте я вас далеко так вместе покажу А то вы меня так вот Вот они, друзья Такой большой-большой Никита И такая маленькая-маленькая Мария Откуда вы вообще родом? Мы из Беларуси Так Я вообще из города Мозыря Но я жила в Минске Последнее время А вы откуда? В Барановичи Тоже Минск Понял В Барановичи Как же У меня там дядя Когда-то работал в больнице Врачок был Ого Так вы даже знаете Да Чтоб я так жил Конечно Кто же не знает Барановичи Так Ну хорошо Что я хотел сказать Неожиданно Хотя я уже начал репу читать Думал Как я управлюсь Вашим прибытием Я на самом деле сама не ожидала Потому что в общем Просто муж работу нашел Ему оплачивают Релокейшн А где нашел? Ну рассказывай Нашел в Walmart Магазин Walmart Да А вы что делаете там? Я софтборд-девелопер Понимай А не то, что там у прилавки Да Фулстек Вот И получается Вот год работал в Нью-Йорке А теперь решили сюда О чем пишете? А на чем только не пишем C-Sharp PHP Python Frontend Короче Полный Остепениться Может быть как-то Годиков Сколько вам? 23 23 Мне 22 Понял 23 года Чего заканчивали? Багуир Это РТИ бывший Так В Беларуси На этой самой На Подлесной Бывшей Вот эта улица Где он находится Назвалась раньше Подлесная А сейчас там типа Петруся Бровки Да Ну да Там чуть подальше Вашего института Был такой завод Промсвязи Наверное Не сомневайтесь Вот я там был часто В командировках В свое время Слушайте Осталось еще Вот если по этой Петруся Бровкой Идти к тому Что было проспектом Ленин Не знаю как сейчас Называется Большая Независимость Независимость Незалежность Вот на той стороне Незалежности Была шикарная Бульбяная Вы не говорите С каждым человеком Кто из Минска Есть она или нет Не знаю Я не видела Точно не хотели Какие же они Минчане Я не видела Нет Я не видела Паша обычно дома готовит Поэтому мы не ходим Вы только сгрудьтесь А то у меня разбегаетесь Ну хорошо Ладно Я очень доволен Что мы вас нашли Пораньше Так вот Поэтому И мы только вчера Ночью купили все билеты Потому что У них там какой-то Свой портал И там Доступ нужно было получить Поэтому так долго Мы это все решали И мы вчера резко Вот так решили И решили прилететь Чтобы уже жилье найти Пораньше Понял Подождите Валмарт По-моему где-то он тут Рядышком в полуалто Санивейл Санивейл Ну то есть вообще шикарно То есть будете соседями Я тоже живу в Санивейле Да Мы уже знаем Вот Будете искать жилье Я помню Что мы с вами беседовали Не помню деталей Вот И так я чувствую И она говорит Как мы же уже там Ну правда Но я их не помню Мне муж говорит Ты напиши Ты напиши про ласточку Напиши про ласточку Я написала Точно должен узнать А что с ласточкой Расскажите про ласточку Ну вы мне говорили Вот там ласточка Будешь звездой моего канала Ты мне там так понравилась Такая Так вот же Вот же у вас Поэтому я же и написала Я думала ладно Та самая ласточка Понял 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 Хорошо Все Будете звездой А что Конечно Ну конечно Если общительная Общительная 22 года Вот смотри Симпатичная Ну-ка А сделайте как-нибудь Можете какую-то позу Такой Вот Машуня Объясните мне Как вы попали К нам в школу Ну хорошо Муж смотрит наш канал Я понял У меня вообще Очень много знакомых Из вашей школы А где они В Нью-Йорке Одна Юля Кондратьева С мамой Которая занималась Вот Она в Нью-Йорке И мы с одного города С одного лице Понимаю Лице это типа школы Да Так Потом У мужа Потом у мужа жена Школа У мужа жена это ты Ой Нет У мужа друг Его жена Она тоже заканчивала Антон Зимчихин Да Конечно И он сказал Что он вам уже привел Там четверых человек Там та-та-та Ну Когда дело хорошее Да Да Конечно Вот Да Потом кто еще И еще кто-то был То есть много людей Положительные отзывы И я решила Почему бы и нет Но я вообще Закончила тоже БГУИ В Минске Так У меня специальность Экономист-программист Но Ё-моё Но Слесарь-гинеколог Что же это Да Вот именно Программиста Из меня не вышло Но что-то вы знаете Ну я знаю базовое Да Я знаю Но Не пишу Понимаю Вот И тут у меня Никита Уже вот Получается В Штатах мы с сентября Прошлого года Еще года нет Да Даже года нет Ой-ой-ой И он меня все уговаривает Маше Иди в школу Маша Иди в школу Разбираться Там И всякое Разное А тут А муж говорит Какой там нафиг Куда одним пальцем Там тыркаешь И все Поначалу да А потом Я уже согласилась Сначала А вы смотрите Наш курс на русском языке Вот у меня был Я пыталась Так Скучно там Нет Не скучно Мне было Плохо слышно Мало было громкости То есть я в наушниках Мне все равно не хватает Вот и господи Да Потому что я Да Слышите плохо что ли? Нет Я хорошо слышу Может у меня наушники не тяга Хорошо Так Вот И я получается Все решалась И решалась Потому что я боюсь кота В принципе Котить боюсь Мне не нравится Что вы такое говорите? Она Ей не нравится Все одессы нравятся А ей не нравится Но я потом пообщалась Вот с Юлей Со своей подружкой Да И она мне говорит Вот Ты понимаешь Что это самый легкий путь Чтобы зарабатывать нормально денег И идите в школу Дело даже не в деньгах А то что ты с нормальными людьми Ну да С нормальными людьми С нормальным образованием Да И не пыль На самом деле В ее возрасте Она начнет с тестирования А дальше ее вынесет Никто не знает Она может уйти в проект менеджмент Она может еще куда-то пойти Всего три месяца учиться То есть это реально быстро У вас реально будет два Поскольку это фултайм группа Два месяца учиться Два месяца на практику Да И собственно говоря Бывает сейчас Что и практика Становится первой работой Сейчас вообще Какой-то небывалый всплеск Пик Причем это совпало Знаете как всегда бывает Что с одной стороны Какой-то чудовищный всплеск У нас там по две компании Каждый день интервьюируют У нас уже студентов Негде взять Мы их выдергиваем Там из класса Но одновременно с этим Студентов мало Потому что лето А, ну вы там говорили Что у вас И вот мы начали Мы сейчас начали две группы Которые такие Половинным составом Мы не можем не начинать Мы начинаем Это всегда так летом Но все равно Сейчас еще начинается Группа ваша Она в принципе небольшая Там обычно Она тоже небольшая Она не должна быть большая Человек 25 Она как бы Группа фуллтайм Она всегда небольшая Но вот со мной в группе Мой будет одногруппник Из института радиотехнического Да Мы были в одной группе И мы вместе Выкрыли гринкарту В один год Друзья, поступайте В Минский радиотехнический институт Да, это удача Так, хорошо Вот, и мы решили Я его подбила Влад, давай, давай со мной Это реально будет просто Быстро И мы решили Почему бы нет По английски-то можете? По английски По английски там, да Откуда? Откуда? А вы что-то делали Эти 9 месяцев? Кроме того, что вы вынашивали Идею тестирования Может быть, вы работали? По английски отвечать? Да и как хотите Нет, а можете по-русски Наш зритель вас поймет По-русски лучше Да, я работала Но я работала на такой работе Давайте, рассказывайте все Я была официанткой в ресторане на Манхэттене Это хорошая школа языка Но ресторан был приличный То есть это была не забегаловка Машинка, давайте вот что сделаем Мы сейчас должны будем все равно ко мне в офис заехать Потому что у меня там съемка Я там камеру оставил включенную Давайте Давайте мы по дороге поболтаем Хорошо, давайте Пошли Вот мы движемся по эскалатору Этапы Большого Пути Вообще ситуация у них, я считаю, облегченная По сравнению с другими людьми То есть работа есть Не голодают Родители, вот что сказали родители? Говорят, езжайте, кедрень Феня Или что сказать? Растили-растили девочку И вот на тебе Нет, вообще мои родители были только за Потому что я здесь была 3 года назад По work and travel Да Но я вернулась Я решила А многие не вернулись? Да У нас многие не вернулись И как они сейчас? Ну они просто остаются как нелегалы сначала То есть они делают какую-то туристическую визу А потом уже как-то учатся Потом по работе И потом Ну, долго очень Вот Но я так побоялась Я решила Нет, я поеду домой Я боюсь Вот И мне так понравилась Америка Что я решила А ну-ка я А многие люди вот говорят Что они были по work and travel И разочаровались Такие Были среди вас такие вот? Да У меня вот был знакомый мой Который, да Он-то был Сейчас, давайте пропустим Давай Так, продолжаем Так, чего они разочаровались? Получается Они разочаровались Потому что Очень грязно Нью-Йорк очень грязный Очень много людей Очень много туристов Очень много бомжей И вообще не понравилось И очень дорого То есть если бы они были не в Нью-Йорке Им может быть понравилось Именно Нью-Йорк Может быть Но Я знаю, что Если ты хочешь хорошо жить Нужно хорошо работать Так Нужно не лениться И если ты хочешь нормально Четвертую Отлично Но тут есть тонкость В том смысле расходится мнение Если работать много и хорошо жить Это каждый дурак может А вот ты попробуй хорошо жить Так, чтобы не работать А ну так вот Понимаете Вот в этом и проблема То есть все должны понимать Приехав сюда Что нужно пахать То деньги с неба не падают Ну вот вы работали в ресторане На вас Какие суммы падали? На самом деле В ресторане Самый Как мы говорим Busy season Бизнес что? Busy season Это как Самый загруженный сезон Он начинается С сентября По Новый год Там просто деньги можно сделать Очень большие Казалось бы в Нью-Йорке Каждый день бизнес сезон? Нет Так Вот Получается Допустим За целый день Вот В Виде Вот это Да Можно было сделать 500 долларов За день Да За один день А сколько часов надо за это работать? Ну а ты работаешь очень долго Потому что Ну я работала с 10 До 11 ночи Так То есть как целый день Но там есть перерыв Два часа посередине дня То есть как ланч Я работала ланч Потом ресторан Закрывался Подождите Но 500 долларов В день Это сколько дней В неделю вы например Можете так работать? Ну там тоже Они Они очень такие хитренькие Они не дают Очень много Как шифтов Знаете? Да, смены Да, смены Да Вот И получается У меня было 5 шифтов Но допустим Я сидела 5 шифтов в неделю Да Но Но если девочка Допустим Заболела Либо ей на Пакетчу надо Она просит меня И я выхожу Сколько в месяц выходило? Месяц У меня выходило Вот в бизе У меня выходило Больше 4 Это уже как бы Без налога Наличка Уже после Так сказать Да, да Ну понял Понял Хорошо Я считаю Что это неплохо Неплохо Пришли мы к нашему Иммигрантовозу Друзья Вы первые Кто поедет на Иммигрантовозе Нового образца Да Мы его сейчас Откроем Движением Ноги Друзья Мы открываем Иммигрантовоз Я тут Убрал Ну да Я его Вот так Значит Для вас Прибрал Вот слева Я оставил Место сидячее А справа Мы туда Багаж Или вы знаете Что? Может быть Мы наоборот Должны были бы Сделать Ну посмотрим У вас не так Много багажа Значит Запихивайте Аккуратненько Все Шикарно И эти две Маленькие Тут у них Встанут Встанут Все отлично Встанет Вот эти две Бачком На ребро На ребро Ага О Пожалуйста Тут еще можно Песком Присыпать Галькой Значит На иммигрантовозе Есть кнопка То есть Можно ногой Закрыть Так же Как я Открыл Я нужна Сейчас найти Вот эта кнопка Вот она Искать мы не будем Друзья Вот кнопка Это у нас слева На ней написано Стоп Но она там Короче Значит Вы Совершаете Ритуал Ритуал Такой Вы подходите Как рабочие Колхозницы Там На ВДНХ Берете Два пальца Ваши Вместе Вот так Возьмите За руки Вот Так Все Двумя пальцами Вы нажмете Эту кнопку И что Произойдет Значит В этот момент Во-первых Зрители Наши Ставят лайк Потому что Этот лайк Он как бы Это посыл Энергии Вашу сторону Это не важно Они смотрят нас Через день Или через месяц Вот они Они ставят В этот момент Лайк Вы видите Сколько у вас лайков Будет Пишут комментарий Это не обязательно Но конечно Если они напишут Что доброе Это им зачтется В карму Как позитив Вот Но В вашей ситуации Мы закрываем Когда все это Будет закрываться Оно закрывает Дверь в прошлую жизнь Где вы там Посуду Разносили С едой Вот Значит И открывает Дверь в новую Ну в смысле Дорогу Дорогу в новую А закрывает Дверь в старую Ритуал понятен Да Все значит Да И когда мы нажимаем Кнопку И пока дверь закрывается Мы ликуем Ликуем Вот Все друзья Давайте Значит Давайте вашими пальцами Значит Все приготовились Зрители Приготовились Поехали Ликуем Все Дверь в прошлую жизнь Закрылась Обратного входа нет Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому